запись даже сделаю это вообще там же был этот срач в твиттере это математика наука или нет это я не понимаю почему люди к этому так серьезно относятся кстати на самом деле интересный вопрос то есть математика наука не наука но здесь надо понимать да что математика здесь здесь на чем основан этот спор да математика она немножечко не про вот если пытаться к ней применить такой значит критерий поппера в самом примитивном виде как его понимают да что значит любое утверждение можно проверить экспериментально критерий поппера в самом примитивном виде звучит тогда любое утверждение можно проверить экспериментально браво гений зачем он вообще говорит про критерий поппера если он не понимает что это такое нахера вот зачем не любое утверждение можно проверить экспериментально теории которые мы создаем должны быть опровергаемы и соответственно мы можем поставить эксперимент в котором та или иная теория может быть потенциально опровергнута зачем он вообще про критерий поппера говорит но ну не знаешь ты ну ты экономист ну как бы для тебя критерий поппера он тебе вообще не нужен и никогда в жизни тебе не понадобится это как понимают критерий поппера в самом примитивной форме кто так понимает может быть да то в этом случае получается что математика действительно да не проходит критерий поппера и наука не является потому что сколько будет 2 плюс 24 а теперь докажи так как ты докажешь до 2 это абстракция во вторая двойка это тоже абстракция четверка это абстракция а если возьмешь два яблока и еще возьмешь два яблока и получится 4 яблока да это не будет доказательства того что 2 плюс 2 равно 4 то есть потому что математика она занимается абстрактными 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 значит сущностями ну вот посетим и с этими утверждениями скорее согласен чем нет но опять же потому что математика как наука из очень важного смотрите она не эмпирично она никак не проверяется она абсолютно абстрактно помимо всего прочего математика используется не только учеными не только ради научных целей есть номерология магия алхимия много различных дисциплин не за философии различные которые используют быть математику в качестве одного из основных методов своих то есть математика не просто не наука внутри науки математика нет принадлежит не только науки в целом она универсально достаточно тоже как и практика отдельно да практика тоже не принадлежит только науки и может возникать в разные периоды у нашего общества даже достаточно сложная практика при этом без применения научного метода то с математикой тоже самое абсолютно же происходит математика до используется в научной методологии но не только в ней и в принципе если мы будем описывать это кругами эллера какого-нибудь то получится приблизительно приблизительно наверное вот так вот сейчас я вам нарисую несколько кружочков вот так вот вот так вот вот так вот короче вот это n наука вот это п практика вот это м математика но все буквы все буквы симметричные как видите да да вот они вот они не пересекаются просто на самом деле вот тут тут как бы вот так получается да бывают такие ситуации когда мы мы как бы вот все вместе используем и получается у нас такая вот знаете типа прикладная математическая наука там где и прикладного много и математики много и науки тоже немало потому что без науки не справится здесь данной области но нередко мы просто выходим вот в эту вот сферу где у нас практика и математика пересекаются и здесь наука в теории в принципе может быть вообще не важно то есть здесь можно даже не обсуждать нужна ли теория для практики математической практики но много практик которые могут обойтись без математики С другой стороны, ну, просто бывает, что научные такие вот взгляды, пока вот единственная сфера, где они применяются, только вот с наукой связаны. Да. Ну, все это, по-моему, абсолютно просто полная ерунда, и всерьез вот в это погружаться, во все эти критерии Поппера, да, и со всем этим копаться, по-моему, полная бессмыслица. Да, полная бессмыслица, а что нам, короче, а что нам экономистам? Ну, экономика тоже не проверяется критерием Поппера, если что, не поняли. Ну, ладно, это просто, это наши внутренние шутки, Багдаш, это бы тебя не обидеть, хотя бы ни в коем случае. Нет, ну, я говорю, что, в смысле, вот меня поражало, что люди так как-то очень активно обсуждали это в интернете, там, не знаю, сколько месяц назад или два, что. Ну, я тебе скажу, что на самом деле это вообще вопрос сам по себе интересный, то есть вот философия науки, да, значит, какие-то основания. Да, очень интересно, особенно, когда ты нихуя не знаешь про это, да, классно. На самом деле знаешь, в чем отношение, понимаешь, почему тебя это поражает? Потому что в той сфере, где ты работаешь, да, учишься, там, значит, занимаешься, изучаешь, там очень легко отличить всех доученого от настоящего ученого. Там вот эта грань, она проводится, вот, ну, в той сфере, где ты занимаешься, эта грань проводится элементарно, да, то есть человек, значит, там, написал неправильное доказательство теоремы и настаивает на том, что оно правильное. Все, с ним уже больше никто всерьез не разговаривает. И, как бы, критерии совершенно очевидны. Но проблема-то в том, что... Астролог написал абсолютно ложный прогноз, то есть неправильно прочитал звезды, да, вообще не разбирается, допустим, в круге. Все, он шарлатан, мы точно знаем, все астрологи против него. Круто. Существует много других отраслей науки, да, где критерии научности очень сильно размыты. Вот в экономике, например, да, кто является экономистом, да. Критерии науки, критерии научности неприменимы, к сожалению, вот критерий Поппера неприменим к большинству так называемых наук, к практическим наукам почти неприменим, к экономике, социологии, вообще много ко всему он применим, если вот только вот совсем с большими кавычками. Потому что эти науки обычно не создают достаточно основательные теории, в принципе. И экономика, и социология, и многие другие дисциплины работают по принципам, отличным от естественных наук. В естественной науке мы работаем так, у нас есть какие-то факты изначальные. За фактами мы делаем некое предположение, которое называется гипотезой. Ну, гипотеза желательно должна быть тоже достаточно мощная, ну, не просто как бы пара высказываний, да, а вот целая цепочка логическая, друг с другом связанная. Наращиваем гипотезу, проверяем некоторые факты, верифицируем ее, соответственно, всякими образами. Ну, короче, наращиваем контент в этой самой теории, больше логических связей, и все как бы, какие выводы из нее следуют, к чему это все ведет. А потом уже начинается фальсифицируемость, потом мы уже имеем право сказать, вот у нас есть научная теория, все из ней хорошо, математически она хорошо проверена, да, математически все должно работать именно так, логически работает именно так, она не противоречива, она хороша, она замечательна. Поехали фальсифицировать ее, то есть опровергать. Вот у нас есть вот этот опыт, например, да, вот мы из теории вывели определенные следствия. Если вот это следствие, например, окажется неправильным, если оно в эмпирике не подтвердится, все, закрываем как бы эту теорию, ну и больше с ней не работаем, ну или дорабатываем теорию. Вот. Вот ничего подобного в социологических науках, в исторических науках, в политологических там науках нет. Понимаете, в чем дело? Там другой принцип работы, и в практических науках тоже нет, там тоже другой принцип работы. Ну, кто является ученым-экономистом, а кто не является? Да, как это понять? На самом деле это очень сложно понять, на самом деле критериев здесь очевидных нету. Даже в физике, не говоря уж там каких-то совсем уж гуманитарных предметах, даже в таких областях всегда возникают вопросы по поводу того, значит, а что такое, что является научным исследованием, а что не является. Да, и поскольку людям, ну, все-таки важно понимать, да, на что можно обращать внимание, на что нельзя, на что, значит, имеет какую-то предсказательную силу, а что не имеет. Все-таки наука, она в первую очередь, ну, должна обладать какой-то предсказательной способностью, да, что-то вот уметь предсказывать, говорить о том, что будет, если... Нет. Так, еще один интересный аспект, ну, это гадалка будет предсказывать, что будет, если... Ну, или просто опыт набирается. Если я брошу эту ручку, она упадет вниз. Например, да, ну, она, кстати, действительно вниз упала, и это печально, на самом деле. Где моя ручка? Где моя ручка-то непосредственно? А вот моя ручка. Научное предсказание работает несколько по другому принципу. Ну, правильное научное предсказание, это когда мы из теории предсказываем будущие факты, которые мы еще не знаем. Ну, например, если теория относительности Эйнштейна верна, мы просчитали, что в итоге, наверное, где-то в космосе должны находиться такие объекты, как черные дыры. То есть изначально это теоретический объект черная дыра, мы его не фиксировали, а потом мы сделали определенные предсказания, исходя из теории, и мы подумали, что такой объект должен существовать. Нашли? Ну, или, например, биологи как это делают. Как делают это биологи? А вот, смотрите, мы верим в то, что у нас есть там теория эволюции, да, непосредственно виды постепенно изменяются, и, соответственно, между разными видами, достаточно похожими, скорее всего, будут промежуточные звенья. И, соответственно, иногда вот в филогенетическом древе мы, ну, обнаруживаем, что у нас недостаточно окаменелости, чтобы закрыть некоторые, в общем-то, большие достаточно пробелы. И мы, в принципе, себе представляем, что вот где-то вот на такой вот глубине определенной, в определенной породе должны находиться определенного рода окаменелости. Вот окаменелость какого-нибудь существа, которое находится между двумя видами, да. То есть у нас здесь совпадает, во-первых, хронологическая, характеристика хронологическая, потому что, да, у нас слои Земли, это как бы временные слои в том числе, да. Это не эпохи прямо для нас отмечают эти временные, эти слои Земли. Находим в определенном слое Земли определенную, вот, определенной окаменелости. И потом мы уже смотрим, уже, ну, вот, находится ли эта окаменелость, которую мы вроде бы здесь нашли, ну, так вот, ну, является ли она промежуточной формой, условно говоря, да. Является, все хорошо. Да, по крайней мере, это одна из ее функций, да. То, понятное дело, что такие споры, они за пределами, ну, вот, таких чистой математики, да, они вполне себе актуальны. Не, ну, просто, на самом деле, забавно, без таких споров, к сожалению, люди вроде Вата Админа, они не понимают, что такое научное предсказание, не понимают, что такое критерий Поппера. Они вообще ничего не понимают, по сути, я не понимаю, о чем он говорит сейчас даже. Ну, ну, блин, то, что там, не знаю, предметы вниз падают, это предсказать ребенок любой может. Ага. Ну, гадалка может предсказать, я не знаю, просто нужно опыт набирать практически. Мы предсказания делаем вот такого рода, о которых говорит Вата Админ, не с помощью никакой-нибудь там науки, мы их делаем просто потому, что, ну, какие-то события вокруг нас постоянно происходят. И мы такие, ну, наверное, если вот такая вот погода сейчас, то, наверное, потом пойдет дождь или что-нибудь еще такое, да. Смотрите, тучи, тучи, значит, пойдет дождь, наверное, а может нет, но, наверное, пойдет дождь. И все такие, о-о-о, предсказание, ну, ну, ты ученый, ну, ты и великий ученый, да. И вполне себе понятно. Другое дело, что спорить о том, является ли математика наука или нет, ну, такое себе занятие, потому что каких-то практических последствий этого я не особо вижу. Ну, ну, практических, практических, практических. Не вся наука на практике завязана, если что. Очень-очень важно понимать, если мы говорим о какой-нибудь вообще крайней физике, ну, и о значительной части биологии, которые существуют ради познания, по большей части, мы в 95% случаев различных там фундаментальных теорий можем даже не ждать от них каких-то практических результатов. Мы вообще должны понимать, что наука в целом, она в среднем работает с очень низким КПД. Ну, то есть, если мы хотим из каждого открыть и извлекать большую пользу, в таком случае мы должны все-таки признать, что наука в целом работает с крайне низким КПД. Какие-то дисциплины, неожиданно, да, какие-то ответвления, какие-то вот факты, которые были найдены учеными, потом начинают играть роль в практике. Да, есть такое. Ну, к сожалению, ну, к сожалению же, ну, нет, наука крайне неэффективна в этом смысле. Нет, ну, с другой стороны, нет ничего эффективнее науки, да? Это уже другой вопрос. Ну, это скорее, как, не знаю. Я не знаю, меня скорее удивляло, что там вот какие-то персонажи, там, я не знаю, Коняев или кто-то там еще в Твиттере они приходили такие, что это, что вот там, типа, кто там Светов начал, что типа Светов против математики, он там говорит, что это не наука. Я такой, типа, ну, я не знаю, там, но у него какое-то было разумное мнение, в смысле, я с ним не согласен, но, типа, мнение как мнение. Ну, бывает метанаучное утверждение. Мы рассуждаем о том, что такое наука, что к науке относится, что к науке не относится. Это специальная область. Эта область позволяет определять, кто шарлатан, кто не шарлатан, соответственно. А в рамках этой области можно много чего проработать, ну, да. И, например, ну, отсеять шарлатанов внутри науки, ну, или разобраться, что такое наука, что такое практика, как это все, в принципе, работает, именно как познание, да? Познать, познать, как мы познаем в науке. И что действительно дает практику, что на самом деле практику не дает внутри науки и так далее, так далее, так далее. Полезно ли это? Да, конечно, полезно. Ну, то есть, у вас есть какие-то сомнения в том, что ученый должен понимать то, чем он занимается вообще? Является ли это вещь наукой или не наукой и так далее, так далее, так далее. То есть, размышления о базовых понятиях своей дисциплины оказываются, ну, для людей являются лишними, потому что они непрактичны. Ну, это буквально, это рассуждение не специалиста, это, на мой взгляд, это рассуждение довольно примитивного обывателя. Мол, непрактично, значит, не нужно. Это не рассуждение, ну, настоящего человека, который занимается познанием, на самом деле. Это действительно довольно глупое осуждение, детское, посредственное, популистское даже, если можно так сказать. Ну, любому быдлу практику подавай. Есть практика, значит, работает. Практика критерий истины, проще говоря, да? Чисто такая пролетарская позиция. Ну, настоящие умные исследователи, взрослые, они ради познания обычно работают. Нет, и они такие, типа, вот, не наука, значит, все, типа, против математики, больше запретить математики. Это, ты знаешь, я тебе объясню, в чем здесь происходит. Ты тоже вот далек от этих споров, а на самом деле, дело в том, что вот в наших Палестинах, ну, на самом деле, любой желающий может найти знаменитую лекцию Вакштайна, да, где он рассказывает, почему он не любит научпоп. Ну, вот, фишка в том, что в наших Палестинах, поскольку научпоперы, они в огромном количестве сталкиваются, ну, вот, с теми же самыми плоскоземельщиками, с какими-то безумными людьми, которые считают, что вот, там, ученый, он, значит, обязательно противоречит, там, не знаю, религии, да, что там ученый не может быть верным. Ну, в общем, короче говоря, да, люди, которые, значит, ну, в общем, короче говоря, огромное количество сумасшедших или полусумасшедших людей, которые, значит, наскакивают на научпоп со всех сторон, ну, и с другой стороны, наши собственные научпоперы, да, такая, в некотором, наверное, смысле, это какие-то наследия советской системы, может быть, советская система здесь ни при чем, не знаю, да, но очень склонны к таким ригористическим, таким ультимативным утверждениям. И в результате вот такой научпоп, да, он превратился сам по себе в некоторую субкультуру, очень такую жесткую, замкнутую, вот, и очень агрессивно относящуюся к тем, кто выступает, ну, что называется, задает неудобные вопросы, знаешь, это уже не обстал давно, да? Ученые очень хорошо относятся к людям, которые задают неудобные вопросы. Ну, то есть, да, у нас, типа, есть плохие научпоперы, а есть хорошие ученые, которые, на самом деле, очень внимательны, они очень сильно хотят, чтобы вы их покритиковали, и больше всего в жизни вот просто этого ждут. Они очень хотят, чтобы вы взяли и свою критику им высказали обязательно. Вот прям каждый ученый, он ждет, вот, когда вы как студент сидите на пазапартой, да, и вдруг задаете какой-то неудобный вопрос. Как это обычно, что обычно бывает после неудобного вопроса? Ученый хитрым способом посылает вас нахер обычно, ну, так или иначе, так или иначе, либо унижает вас, может выгнать, может двойку поставить за экзамен, или еще что-нибудь сделать. То есть, если вы в университете задаете настоящему ученому неудобные вопросы, вполне возможно, вы вылетаете из вуза, в общем. Что довольно тоже интересно. Ну, да ладно, нет, это просто у нас плохие, плохие, плохие эти. Научпоппера, конечно же. Вот, и, да, то есть, люди воспринимают, ну, вот Светов говорит, что математики неудобные, так значит, он мракобец, который отрицает значимость математики. То есть, у людей это... Жрец пишет, ну, препод в универе это не ученый. Нет, препод в универе это как раз настоящий ученый с большой буквы. Это мудаки в лабораториях на самом деле не ученые, потому что они теорию не придумывают, жрец. Понимаете, в чем дело? Наоборот, как правило, препод в университете, он пишет статьи, у него достаточно высокий индекс Хирша, и нередко он занимается именно фундаментальной наукой, составляет теории и пользуется научным методом. Собственно, понимаете, мудак в лаборатории это просто, ну, как бы, наоборот, ну, нередко вот как раз в лабораториях находятся прикладники, проще говоря. Вот прикладники, их статус ученых, он сомнителен достаточно. Соответственно, понимаете, преподавание довольно часто критерий того, что человек... Ну, не совсем хороший критерий, потому что прикладники преподают в том числе. Но прикладники чаще не преподают, короче. Смотрите, прикладники всякие могут себе чаще позволить не преподавать, чем представители теоретических дисциплин. Ну, смотрите, жрец, смотрите, в чем фишка. Человек, который создает теории, ну, он не может просто так сидеть, чилить у себя дома, пить кофеек такой, он вот такой... Ммм, сейчас я предложу научному сообществу свою потрясающую теорию. Не, он преподает. Ну, то есть, настоящий ученый-теоретик, а настоящий ученый-это всегда теоретик, потому что для научного метода нужно составлять теорию, да? Вот, настоящий ученый-теоретик, он отдает, как бы, свой долг обществу, условно, и отдает долг за то, что мы ему платим, тем, что он преподает обычно. Если прикладник может, как бы, получить свою докторскую, кандидатскую, любую степень и быстренько уйти из вуза и зарабатывать деньги в какой-нибудь прекрасной левой лаборатории, которая с вузом не связана, а может быть и связана, и при этом, по большей части, даже не преподавать может себе позволить. То есть, он может приносить выгоду за пределами преподавания, то теоретику чаще всего, за исключением некоторых случаев, приходится работать преподавателем. Вот. Все работает, как бы, ну, на автомате. Это вот примерно, как там, да, Нобелевский лориат Солженицын, да? Математика не наука, значит, он отрицает ценность математики, значит, он мракобес, ничего не понимает, и так дальше, да? То есть, у людей, вот, ну, уже более-менее такие автоматические триггеры работают, и поэтому они так жестко на это реагируют, так болезненно на это реагируют. Но это вот... Не, ну то, что математика не наука, это неплохо. Но это даже круто, то, что математика вне науки. Ну то, что математика выше науки даже в некотором роде, ну то есть... Да, математика не ограничивается наукой и научностью, и критериями научности, более того. В общем, можно понять условного Коняева, которого я очень сильно не люблю, вот, но его в этом отношении можно понять совершенно, да, потому что он вынужден там взаимодействовать с кучей каких-то отвратительных персонажей, которые ему рассказывают, что вот надо там всех математиков разогнать, и что на самом... Ну то, что математика не наука, не значит, что всех математиков надо разогнать вообще-то, а это раз. Во-вторых, я, кстати, вполне уверен, если вата-админ посмотрит это мое видео, как я ему рассказываю про критерии Поппера, будучи при этом кандидатом философских наук, который, в принципе, разбирается в дисциплине философии науки, да, довольно неплохо. Скорее всего, он скажет, ну, это Шадов какой-нибудь там Шиз, ничего не понимает, ну, то есть, опять же, начнется попытка защиты от Шадова, я почти уверен, попытка защиты от Шадова, вот, по принципу Шадов Шиз, да ну нафиг, да, вместо того, чтобы Поппера почитать, люди, как бы, будут меня Шизом, скорее всего, назвать, я почти в этом уверен. На самом деле, там, ноль, целковый, полушка, четвертушка и так далее. Да, то есть, это вот нам смешно, а на самом деле, таких людей очень много, и они на полном серьезе все это продвигают, поэтому... Как и Вячеслав, я же не говорил, что люди, которые занимаются практическими дисциплинами, не преподают в УЗИ. Просто для них это не единственная альтернатива, а для теоретиков, по большей части, эта альтернатива практически единственная, за некоторыми исключениями. И можно понять, что называется, да. Ну, может быть, но выглядело довольно глупо, по-моему. Ну, слушай, много... Понимаешь, я тебе что скажу, Богдан? Если ты аспирант Стэнфорда, то примерно все, чем занимаются все остальные люди, для тебя выглядит довольно глупо, я тебе скажу. Ну, нет. Так что, так что, так что, так что, относись к нам простым смертным, как, как, с сожалением некоторым, да. Да, Стэнфорд, это прям вообще гениально. Там еще второй гений, который не знает, что такое критерий Поппера, ну, а что нам? Вот. Прискорбно.